Здравствуйте! В эфире Первый независимый ЗАП-ТВ в студии Дарья Калинина. Мы показываем новости 4 из Байкальского края, спонсор выпуска Иркутский музыкальный театр имени Загорского. Сейчас коротко о том, что расскажу вам я и мои коллеги в этом выпуске. Заседание депутатов комитета ЖКХ в городской думе. Журналистам рассказали о уголовных делах и нарушениях в работе муниципальных предприятий. Подробнее смотрите в этом выпуске. Полтора года назад на трассе Чита-Хабаровск в Карымском районе произошла авария. Легковые автомобили, большой груз встретились в лобовом столкновении. Расследование этого ДТП длится до сих пор, а водителя фуры пытаются сделать виновным. Как на сегодняшний день проходит разбор этой аварии, расскажет Виктор Соловьев. Должность, исполняющая обязанности ректора Забайкальского государственного университета в сентябре 2022 года заняла Оксана Мартыненко. Ранее она работала в Дальневосточном федеральном университете. Узнавала о итоге работы нового ректора Анастасия Раевская. Год без кабельного, но мы не только не потеряли своих зрителей. Мы стали гораздо богаче. В современном информационном поле главное правило быть честным с своими подписчиками и читателями. Забтвей по-прежнему лидер не только в нашем регионе, но и в Дальневосточном федеральном округе. Правила работы первого независимого Забайкальского края в следующем выпуске. Но теперь об этих и других событиях более подробно. Новые руководящие лица в гостях у депутатов Городской думы. Ведь прежние руководители муниципальных предприятий находятся уже за решеткой или под следствием. Подробнее смотрите в сюжете заседания комитета ЖКХ Думы Читы, на котором побывал Вячеслав Бортницкий. Народным избранникам в Городской думе засчитывают отчеты аудиторы контрольно-счетной палаты. За 9 месяцев 2022 года муниципальные предприятия ДМРСУ получены убыток в сумме 78 миллионов рублей. Неэффективность, неэкономность, а порой попросту растраты, незаконное обогащение. Так характеризуется время правления осужденного экс-директора ДМРСУ Алексея Котова. Мнимые договоры, нарушение законов с признаками хищения на миллионы рублей. По данным мероприятиям были направлены сведения в правоохранительные органы. В результате которых проводятся следственные мероприятия. Также мы выявили заключение договоров гражданско-правового характера на оказание услуг, которые множество дублировали должностные обязательства штатных сотрудников предприятия. Такие как специалист по снабжению, юристы, экономисты, специалисты. По результатам контрольного мероприятия, нами было направлено сведения незамедлительно в правоохранительные органы, в частности Управление по экономической безопасности и коррупционным преступлениям УВД. На сегодняшний момент следственные мероприятия в отношении муниципального предприятия проводятся. Также было направлено предписание, требующее безлагательных мер по пресечению предупреждений, в том числе это прекратить выплаты за наем аренды жилья. Сроки ДМРСУ предоставила нам ответ, где устранили на сегодняшний момент данные сделки, не согласовываются и не оплачиваются. У меня вопрос, подскажите, а вот по найму жилья предыдущего руководителя какая сумма там была? Более полтора миллиона рублей. Ежемесячная сколько? 100 тысяч. Это у нас северный город, да, насколько? Мы краем северный, да. Коттедж двухэтажный. К Котову будет подготовлен иск, чтобы хотя бы отчасти восполнить тот ущерб, который он нанес городу. Новый директор ДМРСУ Александр Жужурин в зале. У депутатов, конечно, возник вопрос о профессиональной состоятельности. ДМРСУ расшифровывается дорожное, мостовое, строительное, ремонтное управление. Опыт-то какой в этом? До того, как вы вступили в эту должность? Ну, во-первых, я заканчивал Калининградское высшее инженерное училище инженерных войск, где обязательная программа фортификация, строительство дорог и мостов. То есть первоначально и заканчивал Академию Куйбышева, где тоже изучаются именно эти направления. Академия чего? Академия инженерных войск имени Куйбышева. Ну, понятно, все по войскам. Александр Жужурин известен уголовным делом по строительству пожарных частей, где он вместе с заместителем стал стрелочником. А вот главные действующие лица из кабинетов на Чайковского 8 прошли свидетелями. После скандала, связанного с халатностью и подлогом документов, а также уплата штрафа, президентскую программу по противопожарной защите края на несколько миллиардов рублей вообще свернули. Но это дело прошлое. Хотя край все так же горит. А вот на ДМРСУ сегодня план такой. Мы тоже будем держать на контроле, чтобы, в принципе, все виновные понесли соответствующие наказания. Что касаемо ДМРСУ, да, мы уже неоднократно проводили там свои совещания. И в крае у нас было уже два там или три совещания по этому поводу с Минстроем. То есть мы сейчас разрабатываем план мероприятий по выводу предприятия из этого состояния, скажем так, непростого. Предприятие живет на сегодняшний день, у него заключены муниципальные контракты на уборку уличной дорожной сети. На этот год нам увеличили финансирование на эти цели. Мы будем, соответственно, держать всю ситуацию на контроле и уже в ручном режиме будем выводить ситуацию. Приговор Алексею Котову за взятку далеко не конец истории. Следственные действия продолжаются. Например, идет судебный процесс над Лилией Кучиной, экс-руководителем городских дорог. Это предприятие сегодня представляет Сергей Паргачев. Он тоже в зале, но отвечал не на вопросы контрольно-счетной палаты, а водоканала по закатанным в асфальт люкам. Вопрос вообще больше внутренний, чем комитетский. У каждого люка есть гарантийный срок. Я тоже не пойму, в чем здесь проблема. Есть подрядчик, который делал. Если он сделал, допустил косяк, мы поднимаем гарантийный срок, вперед, и в списке пускай делают. Если они не выполняют, да, милости просим, давайте разбираться. А так, я думаю, Андрей Викторович, проблем сильных-то нет. Так что как-то между собой. Ну да, бывает у нас здесь, меняется очень часто. Но надеяться будем, что больше меняться не будут. Поэтому как-то между собой разбирайтесь. В общем, это нормально, технически. Можно быстро все решить. В конце заседания накал страстей спал, но состоялось признание. Аудиторы КСП рассмотрели закупки культурно-досугового центра «Спутник». Непрофильные и почти на миллиард рублей. Тут и стелла трудовой доблести, и спортплощадки, и троллейбусы. Мало вяжется с культурой. Администрация наконец-то призналась. Да, перебор получился, но больше так не будут. В части наделения того же спутника администрации какими-то несвойственными функциями, да, но они тоже связаны были с определенными временными ограничениями по решению тех или иных задач. Поэтому, как было озвучено, мы этим злоупотреблять ни в коем случае не будем. Будем идти в тех, скажем так, регламентах, которые существуют. Но, тем не менее, вот иногда возникают задачи перед администрацией, которые требуют срочных решений и неординарных, соответственно, тоже мер и решений. Ну, по этим закупкам, насколько мы знаем, там просто не было специалиста, это было сознательное решение. Да, совершенно правильно, да. Это вот не было и кадровый дефицит, порой сказывается, что приходится прибегать и к таким тоже мероприятиям. Комитет вышел насыщенным, интересным. Появились новые руководящие лица. Надеемся, что надолго и без громких уголовных дел. Вячеслав Батнинский, Алексей Павлов, ЗАП-ТВ. Больше полугода прошло с момента вступления в должность исполняющей обязанности ректора Оксаны Мартыненко. Она приехала в Забайкале из Дальневосточного федерального университета. Вслед за ней приехали и другие. О реформах в ЗАПГУ в нашем следующем сюжете. Оксана Мартыненко стала главой Забайкальского государственного университета в сентябре 2022 года. До этого ее карьера процветала в Дальневосточном федеральном университете, где она запомнилась, особенно студентам. Тогда Мартыненко занимала должность проректора по учебно-воспитательной работе. Студенты написали открытое письмо ректору, где рассказали о том, что она убрала с мест старые преподавательские кадры, начала реформировать вуз, а затем и вовсе оконфузилась, не проконтролировала своих подчиненных. Они неправильно оформили заявку на грантовый конкурс и 15 миллионов рублей, которые могли выиграть, не получили. На протяжении многих лет наш университет получал финансовую поддержку Федерального агентства по делам молодежи в рамках грантового конкурса для вузов на реализацию социальных проектов каждый год. Пока процессом занималась предыдущая команда, все проходило нормально, и ДВФУ стабильно выигрывал по несколько миллионов рублей в год. Однако в 2021 году Оксана Олеговна заменила весь состав департамента вне учебной работы, и сотрудники Центра молодежной политики, которые подавали заявку, не приложили согласия учредителя на участие в данном конкурсе. В итоге заявка от ДВФУ даже не была принята к рассмотрению. Потенциальные финансовые потери составили 15 миллионов рублей. Студенты просили Оксану Мартыненко покинуть пост. Письмо было опубликовано в 2021 году, через год она оказалась в Забайкалье. И первое, что сделала, поучаствовала в забеге к Роснации. Казалось, ректор на одной волне со студентами. И все уже забыли о ее прошлом, но нет. Для многих региональных СМИ ударом стало увольнение пресс-службы в полном составе. За ними ушел и отдел кадров. Второй коллектив отдела кадров набрали в прямом смысле по объявлению. Студентам перемены тоже пришлись не по нраву. Коммерческая форма обучения была вынуждена отдавать все средства за семестр сразу. Решение об отсрочке оплаты больше не предусматривалось. И вроде бы выбирали сами. Сами вроде бы должны платить. Но что делать тем, кого спасала эта отсрочка? Варианты три. Отчисление, академический отпуск или кредит. Одной из студенток прислали такое сообщение. Добрый день, уважаемые старосты. Доведите до своих групп, чтобы по возможности, но в обязательном порядке оплатили семестр. Руководство университета требует соблюдения договорных обязательств, согласно которым обучающийся должен оплатить услуги до начала семестра, а не сессии. Иначе отчисление и судебное разбирательство. Особенно это касается тех, у кого задолженность больше одного семестра. Спасибо за понимание. Затем, чтобы якобы закрыть долг университета, Оксане Мартыненко пришлось отдать здание факультета строительства и экологии на Амурской 15. Потом, правда, версия поменялась. И пока прислужба усиленно доказывала, что здание никто не продаст, и оно было просто отдано, кому, куда, зачем, неизвестно. В то же время начали ходить слухи о продаже кому-то общежития. Такого не произошло. Только вот вылезла другая проблема. Студенты впускать внутрь не решились. Со слов одного из ребят на вахте начались почти 90-е. Сначала просили закрыть долги, а потом здоровались и разрешали войти. Мы в течение месяца упорно ждали в студии саму Оксану Мартыненко, дабы выяснить причины таких резких реформ в ВУЗе, узнать о строительстве кампуса и уточнить, какой вектор развития ждет университет в ближайшем будущем. Накануне выхода этого материала ректор в очередной раз отменила встречу в ЗАП-ТВ. Анастасия Раевская, ЗАП-ТВ Совет Думы городского округа, город Чита, большинством голосов отклонил инициативу прямых выборов мэра Читы. При этом некоторые депутаты усомнились в том, что жители города смогут выбрать достойную кандидатуру. Об этом ЗАП-Ру рассказал депутат Александр Щебеньков. Слово слов, когда поддерживающие идею выборов депутаты попросили коллегу Эдуарда Русина объяснить свою позицию, он заявил, что горожане могут выбрать какого-нибудь клоуна. На реплику о том, что инициативу прямых выборов поддерживает спикер ЗАГС Собрания Юрикон, а депутат Госдумы Андрей Гурулев высказался за единовластие в городе, Русин заявил, а кто это такие. Напомним, прямые выборы мэра Читы были отменены в 2014 году. С этого момента руководителя городской администрации назначает Дума Читы. После внезапного ухода в отставку Александра Сапожникова в октябре 2022 года администрации руководит исполняющий обязанности сити-менеджера Андрей Гринишин. Экс-директор муниципального предприятия ДМРСО Алексей Котов снимал коттедж за 100 тысяч рублей в месяц за счет доходов МП вместе со своим заместителем. Об этом сообщила аудитор КСП Читы Анна Бубинова во время заседания комитета ЖКХ. Аудитор сообщила, что ДМРСО незаконно компенсировала наем жилья сотрудниками. С ее слов, с 2021 года по сентябрь 2022 расходы составили 3 миллиона рублей. Из них полтора миллиона были выплачены Котову за найм коттеджа ЖК «Северный город». Она добавила, что ежемесячная плата за аренду жилья составляла 100 тысяч рублей. Коттедж Котов снимал со своим заместителем Вадимом Буланаковым. Напомним, в марте этого года экс-директора Читинского ДМРСО Укотов признан виновным в получении взятки в особо крупных размерах. Восьмой касационный суд общей юрисдикции в Кемерово рассмотрит материалы уголовного дела о взяточничестве в отношении бывшего прокурора Забайкальского края, позже бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева в части изменения территориальной подсудности. Дело для рассмотрения по существу могут направить в Алтайский край. О задержании Фалилеева стало известно 16 февраля минувшего года. Предполагаемая сумма взяток бывшего прокурора и его заместителя Андрея Турбина составляет 35 миллионов рублей, чиновники помещены в СИЗО. Министерство образования и науки России утвердило с девятью регионами страны планы по созданию кампусов мирового уровня. Всего они позволят создать 60 тысяч мест для подготовки кадров, сообщает ТАСС. Кампусы планируют создать в Самаре, Перми, Южно-Сахалинске, Иванове, Архангельске, Тюмени, Хабаровске, Великом Новгороде, а также на федеральной территории Сириос. Читы в этом списке нет, хотя ранее сообщалось, что в еще не построенном микрорайоне Романовском появится кампус ЗАПГУ. Обсуждать возведение этого кампуса в Читу прилетали даже главами Ноборнауки Валерий Фальков и консессионер Станислав Неверов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Гастроли Иркутского музыкального театра имени Загурского в Чите с 4 по 15 июня на сцене Забайкальского краевого драматического театра. Приходите за хорошим настроением. Пространство красоты Рив Гош в честь своего открытия приглашает всех на встречу с очаровательной, стильной и прекрасной певицей Зара. 20 мая в 16 часов в Макси. Я тебе подарю этот мир. Приходите и наслаждайтесь красотой в Макси на Шилово 100. Без возрастных ограничений. Третья серия большого репортажа про аварию, которая произошла в январе прошлого года на трассе Чита-Хабаровск. Напомним, к нам в редакцию обратился участник этого страшного ДТП. Сегодня в нашей студии водитель фуры расскажет, как он и все его близкие пытаются доказать невиновности, а спорить автотехническую экспертизу, собранную по теории вероятности. Все подробности в материале Виктора Соловьева. Январь 22-го полностью изменил жизнь Александру Шамардину. Уже на протяжении полутора лет мужчина всячески пытается доказать свою невиновность в произошедшем ДТП на трассе Чита-Хабаровск в Карымском районе Забайкальского края. В тот злополучный день, управляя фурой с груженным прицепом, дальнобойщик столкнулся с легковым автомобилем. Со слов Александра, лобовое столкновение произошло на пустой дороге. На полосу его движения выехал минивэн. После оформления дорожного происшествия водитель большегруза понял, что следствие пытается сделать его виновником аварии. А все потому, что автотехническая экспертиза была составлена по теории вероятности. Дальнобойщика напрягало и то, что расследование уголовного дела взял на контроль сам глава ОМВД по Забайкальскому краю генерал-майор Вячеслав Яговцев. Нас не устраивала эта экспертиза, но она сырая была какая-то, непонятная вообще. Когда я ее первый раз прочитал, я вообще подумал, что это ребенок писал. Такие измышления были. А потом подумал-подумал, не ребенок, это очень грамотный человек писал. После начались яростные переписки в одну сторону. Александр, его адвокаты, родственники писали ходатайства, просьбы, требования и жалобы во всевозможные инстанции. Все это делалось для того, чтобы провести повторную экспертизу и чтобы за работу взялся настоящий эксперт, а не человек, у которого почти все выводы были сделаны с присказкой «возможно, вероятнее всего, предположительно». Доказал это и независимый судебный автоэксперт, показав на примере, что проведенная ранее экспертиза, ну никак не может быть рассмотрена следователями как одно из доказательств по обвинению Александра Шамардина. Вероятное расположение автомобилей перед столкновением. Понятие «вероятное», забегая вперед, скажу, согласно действующему федеральному закону о судебно-экспертной деятельности, такого понятия, как «вероятные выводы», нету вообще. Варианта два. Либо выводы категоричные, объективные, либо, если что-то недостаточно, делается вывод, так называемый на нашем сленге НПВ, не представляется возможным. Безусловно, но какая вероятность, потому что это уголовное дело, абы-дабы, что бы, было бы, если бы. Ну, это недоразумение. Такого в законе нет и быть не должно. Сфотографировали дно машины, что вот она там, там видно по ней, что она юзила по этому асфальту, она там все ободранная и ржавая. Но эксперт говорит, что конкретно ничего нельзя установить. Исписав не одну стопку бумаги, мужчине удалось добиться дорасследования уголовного дела и доработки автотехнической экспертизы. Но это снова не помогло снять с себя клеймо виновника аварии. Органы следствия продолжают считать виновным в совершении ДТП Александра Ивановича. И в настоящий момент прокуратура занимается проверкой данного уголовного дела. В случае, если обвинительное заключение будет утверждено, уголовное дело пойдет в суд для рассмотрения по существу. В случае, если же все-таки прокуратура найдет какие-то недостатки расследования данного уголовного дела, оно будет возвращено для проведения повторного расследования. Мне кажется, просто дана команда, чтобы они этого не понимали, а делали то, что надо делать, чтобы я был виновным. Все, вот там одна задача у всех. Единственное, когда третий следователь пришел к делу, ну, это опять же, наверное, по команде принять такие-то, такие-то жалобы. У нас их приняли, которые раньше вообще не принимали ни фотографии, ничего как бы. Мы говорим, вот мы хотим фотографии свои предоставить, то, сё, там, ходатайство, ничего вообще. А тут раз, часть приняли, потом мы ходатайство тут же на экспертизу подали, у нас её раз, всё. Нет, это мы не принимаем, всё. Недавний визит уже к новому следователю МВД дал надежду на то, что доказать свою невиновность у Александра всё же получится. Три месяца мужчина добивался проведения повторной автотехнической экспертизы, и это требование как будто услышали. Я не знаю, на каком этапе это сработало, но очень много жалоб, и всего-всего, куда только мы не писали, жалоб очень не 10 и не 20, мне кажется, даже больше. Я вот думал, почему боятся, МВД боится делать экспертизу у себя в МВД. Почему? А потом подумал, подумал, думаю, так вон в чём дело. Они боятся справедливости, скорее всего. Ну, я надеюсь, что в МВД честные люди работают. Я думаю, что они должны честную экспертизу сделать. Если уже там не будет честной экспертизы, тогда я уже не знаю, к кому и где обращаться. Тогда я просто подумаю, что читает они Россия, а это какое-то другое государство, что ли. Я надеюсь, что в России всё-таки существует справедливость. А иначе зачем всё это? В МВД согласились провести повторную автотехническую экспертизу. Семья Александра предполагает, что всё это время им отказывали по указке руководства ведомства. Но это предположение. Сейчас дальнобойщик ждёт результатов новой экспертизы, и, возможно, у него получится доказать свою невиновность. А мы продолжаем следить за этой запутанной историей и рассказывать зрителям обо всех подробностях. Ваша программа очень нам помогает. Ну, это реально просто. Так бы, ну кто что услышал или узнал, что ли? Это же всё идёт бумажки одни и как бы ходатайство. Их ведь никто не видит и не слышит ничего. Дом по улице Набережная 66Б признан аварийным ещё в 16-м году. Жильцы начали бороться за снос этого здания в 70-х, а к 16-му году добились. Но вот на этом их сражения с бюрократией не закончились. То, что дом действительно аварийный, им пришлось доказывать в суде. Об этом в нашем следующем сюжете. Это кадры дома на набережной. Здесь люди вынуждены жить десятками лет. Именно вот в таких условиях. Повсюду трещины, дыры и обвалившиеся куски штукатурки. Мы уже бывали здесь несколько недель назад. По словам местных жителей, дом построен на старом русле реки. Сейчас он находится под риском стать новой, Пизанской башней. Такой, как в микрорайоне Северный. Жильцы на голодовку не решились, но в суд пошли. Эту квартиру посещала не одна стихия. Здесь был и потоп, и пожар. Женщина несколько раз за год сушила жилье от кипятка и от дождя со снегом. Поднявшись на крышу, можно увидеть синее небо, солнечный свет и развалившиеся на куски перегородки. Система отопления, которая затопила одну из квартир, начала гнить. Некоторые жильцы не дождались решения суда и покинули свои квартиры. И вот он, момент Х. Зал судебных заседаний, прокурор, ответчик, городская администрация. Чиновники, впрочем, в суде бывают нечасто и каждый раз меняются. На заседании в марте здесь были две девушки. Сегодня один мужчина, который на вопросы судьи отвечает в двух словах. В остальное время увлеченно рассматривает свой телефон. Согласна с чем? Со всеми требованиями и с дополнениями из группы. То есть с требованиями из-за и с третьего месяца. Что-то желаете еще дополнить? Несмотря на присутствие ответчика и единую позицию жильцов дома, заседание опять отложили. Люди борются даже не за новое жилье, а за то, чтобы ошибка в признании их дома аварийным в середине января 2017 года была исправлена. Ведь он и ранее таковым признавался в 2016. Если этот нюанс будет изменен, то они попадут в программу по расселению. И хотя бы в 2025 году смогут претендовать на новые квартиры. Министерство строительства нас не хотят включать, потому что у них уже все занесено, бюджет уже установлено, определенное количество, как говорится, этих домов аварийных. Но все равно мы это, конечно, оставили. Однако дело не в нежелании включать в программу. Министерство строительства региона, кстати, ответило нам на вопрос. В программу дом на набережной действительно включен не был. Многоквартирный дом, расположенный по адресу Забайкальский край, город Чита, улица Набережная, 66, был признан аварийным и подлежащим сносу 19 января 2017 года, соответственно, не был включен в региональную программу. То есть получается, что дом и не в программе, и не на расселении, и не на реконструкции. Однако решение есть, и министерство, как это часто бывает, не оставило людей на улице. В апреле 2023 года внесены изменения в распоряжение администрации городского округа город Чита от 19 января 2017 года в части корректировки даты признания многоквартирного дома аварийным. Из этого исходит, что дом по набережной 66-Б в любом случае попадает под региональную программу расселения. То есть свет в конце туннеля у жильцов появился. Анастасия Раевская, Ирина Тимофеева, ЗАП-ТВ. Мы первые. Это результат честной и правильной работы нашей редакции. Это несмотря на то, что год назад мы ушли из кабельного телевидения, сконцентрировав нашу работу в видеохостингах, социальных сетях и в мессенджерах. Правила работы первонезависимого и честная конкуренция в материале моих коллег. Первого мая случилась одна показательная информативная дата для нас лично. Год, как мы ушли из кабельного телевидения и сосредоточили нашу работу в видеохостингах, социальных сетях и мессенджерах. Произошла и некая необходимая реорганизация, которой заранее были уведомлены все заинтересованные контролирующие организации. Иногда всплывают в памяти те дни сплетни, слухи, истерики по поводу закрытия телеканала и нашего статуса для органов. Были даже ситуации, когда чиновники в село непонимания или незнания законов пытались не пустить наших журналистов на официальные заседания. Но ЗАП-ТВ всего лишь объединился с редакцией сетевого издания ЗАПРУ. Новым учредителем, к слову, стало общество с ограниченной ответственностью события. Много ли мы потеряли? Нет. Была легкая паника среди населения, опять же слухи, что нас закрыли. Вещание на далекой и недостижимой при нынешней власти кнопки этого вещания мало что давало, но мы и правда претендовали на нее по одной простой причине. Зрители ждали и желали удачи нам. Каждый день 21-я кнопка, между тем, это обязательный, общедоступный, бесплатный местный канал. Не меньше 75% телепрограмм на нем должно быть национального производства и транслироваться на территории проживания не менее 50% населения субъекта России. Для нас это был бы некий шаг вперед, тем более, что у нас нет и не было конкурентов в нашей повестке. Но не кривя душой сейчас можно сказать, что это всего лишь статусная история. Тогда, после взвешивания рейтингов с просмотрами в канале, было принято решение, что ежемесячные платежи провайдерам в несколько сотен тысяч нам невыгодны. Тем более, наш основной зритель находится на видеохостингах и в социальных сетях. В июне 21-го года телеканал ЗАП-ТВ преодолел новый рубеж. 100 тысяч подписчиков на Ютюбе – это за 10 лет работы в Забайкале. В мае 23-го года у нас уже 140 тысяч. Рост интереса со стороны зрителей к нашим сюжетам вполне оправдан. Люди хотят справедливости. Пусть кому-то наши материалы покажутся жесткими, но как иначе. ЗАП-ТВ вошел в топ-20 по числу просмотров в Ютюбе в феврале этого года. Рейтинг составлен среди региональных российских телеканалов, имеющих аккаунты на платформе Ютюб. Об этом сообщает телеграм-канал Нью-Медиа. Согласно данным портала, в феврале материалы ЗАП-ТВ на платформе Ютюб посмотрели в общей сложности больше миллиона раз, что позволило попасть в рейтинг топ-20 по этому показателю и занять 14-е место. Неплохо, учитывая, что в этом рейтинге телеканалы из Грозного, Красноярска, Севастополя, Дагестана мы обошли редакции из Хабаровска, Тюмени и Тамбова. Также ЗАП-ТВ вошел в топ-20 популярных телеканалов России по вовлеченности в Дзене, конкурируя с редакциями, расположенными в городах-миллионниках. Рейтинг составлялся по данным за ноябрь 22-го года. Еще ЗАП-ТВ стал единственным представителем Забайкальского края, который вошел в топ-20 популярных региональных телеканалов в одной из социальных сетей по данным с мая по июль 22-го года, заняв 11-е место. Конкуренция — это состязательность, соперничество на каком-либо поприще, сюжет — это товар. Нет, правду нельзя продать или купить, исказить, скрыть, солгать. Да, это вполне возможно, но людей не обманешь. Они видят, чувствуют, что происходит в их жизни. Отсюда и потребность, тяга зрителей увидеть настоящее, реализовать свое «я». Поэтому мы были и остаемся с вами. Дарья Калинина, Юрий Житлохин и Евгений Погорелый. ЗАП-ТВ. Это все новости на сегодня. Спасибо, что вы с нами. Обязательно ставьте лайки под каждым нашим сюжетом и программой, под нашими выпусками новостей на Ютюбе. Делитесь публикациями ЗАП-ТВ в социальных сетях, на своих страницах. Делитесь с друзьями. Именно так нас становится больше. И я с вами прощаюсь. Удачных вам выходных. Здравствуйте. В эфире прогноз погоды на ЗАП-ТВ. Пространство красоты Рив Гош в честь своего открытия приглашает всех на встречу с очаровательной, стильной и прекрасной певицей Зара. 20 мая в 16 часов в Макси. Я тебе подарю этот мир. Приходите и наслаждайтесь красотой в Макси на Шилово 100. Без возрастных ограничений. 20 мая отмечают День Великой реки. День Волги. Одна из крупнейших рек не только в России, но и в Европе. В субботу ожидается дождь. Ветер северный 4 метра в секунду. Ночью температура составит от 2 до 4 и от 12 до 14 градусов тепла днем. О погоде это все. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова